Дороги Вавиленского затона Дороги Вавиленского затона Дороги Вавиленского затона Дороги Вавиленского затона Оставляет желать только лучшего Недовольные автолюбители и жители Данного микрорайона не раз обращались С жалобами в разные инстанции В том числе и в народный фронт На сегодняшний день можно сказать, что Вопрос сдвинутся, причем уже на Несколько километров На объекте, где ведутся ремонтные работы, побывала И наша съемочная группа Вавиленский затон это район Где частные дома строятся стремительно быстро Территория развивается Возводятся новые социальные объекты Обновляется инфраструктура А вместе с этим в несколько раз увеличился И поток интенсивности дорожного движения Порой доехать до места назначения Это целый квест Необходимо объехать ямы А некоторые водители создают аварийную ситуацию Обгоняя большегрузы Спецтехники на дорогах действительно много Ведь строительный сезон в самом разгаре Но не дремлютые дорожники На сегодняшний день уже проложено Порядка двух километров Дорога через Вавиленский затон До моста на Карахак Она была убитая Больше ста всяких обращений Жителей местных были В разные инстанции И в народный фронт И в министерство пишут И в мэрию пишут Везде пишут Что дорога в ужасном состоянии От первого километра до четвертого Там сделан ямочный ремонт Эти большие ямы уже убитые Которые были Их отремонтировали Залатали Потому что там Ту дорогу делали в прошлом году То, что большегрузов Очень много ходит Возможно и сделать Как вот объездную дорогу Вокруг Кызыл Там ведь тоже Есть через поверхнюю трассу И двигаются Большой и так трафик А объездные Вот эти вот Большие фуры Они по верхней трассе Еще выше, да Новая дорога По объездной там проезжает Возможно и тут можно так сделать В Туве реализация нацпроекта Безопасной, качественной дороги Ведется опережающими темпами Сейчас подряд на организации Ведутся необходимые работы С 10 по 13 километров В Виленского затона Отметим, что дорожные работы Запланированы и на других участках Всего предусмотрено Четыре этапа До круговой развязки Дальнейшие работы Они очень капиталоемкие Там порядка Один этап из четырех Стоит 450 миллионов рублей Вот этот вот участок Он не такой капиталоемкий Так как это ремонт Он порядка 70 миллионов вышел Те участки будут уже По 450 миллионов Но там уже масштабная реконструкция С освещением С светофорными объектами С тротуарами С пешеходными переходами С остановками Первый участок Начальный участок Где наибольшая интенсивность Там уже запроектирована В четырехполосном исполнении Дальше пока в двухполосном Ну и с возможностью расширения Здесь мы видим Несмотря на то, что Была замена грунтов Слабых грунтов Кучинистых грунтов Было уполаживание Продольного профиля То есть выравнивание В целом отметок дороги И тем не менее Здесь это сделано В рамках ремонта Подряд на организации ООДСТ приступила к работам Осенью прошлого года Подготовительные Земляные работы позади Сейчас укладывают асфальт В два слоя 6 сантиметров Каждой общей толщиной 12 сантиметров Далее по поверхности Асфальтобетонного покрытия Проезжают катком В этом году мы Делаем основание Асфальт Окончание по торгам Этой дороги Мы должны закончить В октябре месяце Но я считаю Мы закончим Где-то числа 15 июня В конце мая Мы асфальт положим А там просто До 10-го Это красоту Дорожные знаки Все это установим Чтобы все было красиво На этот участок Не только Что дорожники здесь работают Но также работают Асфальтобетонный завод Дробильный сатировочный комплекс Водители Большой штат Мы также Осуществляем Содержание Автомобильных дорог Ямочный ремонт Делаем Все По городу работаем На участке Ежедневно трудится Около 15 человек И более 10 единиц спецтехники Как заверили подрядчики Дорога будет открыта Уже к середине июня Айра Садбе Магуш Янгарь Кужге Телеканал Тува 24 И в продолжении Дорожной темы С 1 июня Начнет функционировать Пассажирский маршрут Козыл Озаря Дусхоль И обратно Проезд будет осуществляться По выходным дням На комфортабельных Автобусах С кондиционером Стоимость проезда В одну сторону Для взрослых Составляет 200 рублей Для пенсионеров По старости И детей в возрасте До 14 лет 150 рублей Необходимо предоставить документы Наши автобусы будут Перевозить пассажиров Из Козыла Озеро Дусхоль Саватикова В субботу И воскресенье Первое отправление 8.00 Это получается С востока Сельхозрынка Далее Следуя По улице Дружба Кочетово Остановка Почта Разворачивается Заезжает На Гагарину Тоже Остановку Потом На Титуло Разворачивается Остановка Сластена Красный дом Автодор Улица Ожикова Санчапа Машзавод Байхакская И далее Озеро Дусхоль Второе отправление Из города Козыла Это 17.30 Тот же день По тому же маршруту Обратное направление У нас Из озера Дусхоль 10.00 И самое последнее Из озера Дусхоль До города Козыла Это получается 19.10 И он Последнее отправление В Козыла Прибывает 20.30 По тому же Маршрут Уследования Обратно Билеты Можно будет Приобрести В самом автобусе У водителя И в нашей Кассе Продаж По улице Ожикова Псанчапа 35 Это Торговый дом Континент В Псанчапа Мои Псанчапа Псанчапа Гуманит Псанчапа Псанчапа Коробка Коробка Передач Также У нас Благодаря Маскин Псанчапа Патуве Является Партнером Проекта Народный фронт Все для победы У нас фонд Он федеральный Называется Все для победы Но есть у нас QR-код Именно регионального Сбора И также Когда люди Или организации Жертвователи Перечисляют денежные Средства Важно указывать На значение платежа Сбор Точка 17 И тогда Денежные средства Будут поступать Именно на счет Республики ТВА И вот эти средства Мы аккумулируем И совместно Потом Жертвователями По заявкам бойцов Определяем Что в первую очередь Необходимо Приобрести Для ребят И отправить им В ближайшее время Военным бортом Будет отправлен Гуманитарный груз В зону Специальной военной Операции Инна Клаян Буянаюн Даржусад Телеканал ТУВА24 Как военнослужащему Участвовавшему В специальной Военной операции Быстрее всего Адаптироваться К мирной жизни Как найти работу В рамках заключенного Соглашения между Региональным Минтрудом И руководством Центра занятости Работы России Была организована Ярмарка вакансий Для участников СВО и их семей Подробности в сюжете далее Действительно После службы Бывшие военнослужащие Нередко задаются вопросом А что делать дальше? Где мне работать? Как мне влиться В обычную жизнь? И чтобы помочь им Проводятся различные Ярмарки вакансий Где бывшие бойцы Могут найти себе Новые профессии Или обучиться Каким-нибудь навыкам Которые помогут им Дальше развиваться И обеспечивать себя И своих близких На ярмарке Представлено 14 работодателей Размещен Консультационный пункт Службы занятости Где граждане Могут получить Такие услуги Как обучение Поиск подходящей работы Меры социальной поддержки По социальному контракту А также у нас Размещен Пункт По созданию Резюме с фотографией Где Граждане могут Напрямую Обратиться К работодателям Со своим резюме Интересующихся Было довольно много Каждый приходил И задавал вопросы Касающиеся трудоустройства Условий работы И конечно же Обучения Стоит отметить Что в рамках Национального проекта Демография На портале Работы России Существует свыше 60 программ Обучения граждан Это очень сильно Заинтересовало Военнослужащих Значимость таких ярмарок Трудно переоценить Ведь одним выстрелом Можно поразить Сразу несколько целей Для военнослужащих Это отличная возможность Сменить род деятельности А для работодателей Найти дисциплинированных И ответственных сотрудников Выигрыши будут все Мы набираем на службу Донецкую народную республику Также для участников СВО У нас имеются Вакансии Такие как Инженер И электромонтер Каждый у среду У нас проходит Прием кандидатов С 9 до 12 Можно подходить По улице Дружбы 118 Ярмарка Вакансии Я считаю Очень эффективна По результатам Прошлой ярмарки Вакансии Мы также устроили Ветерана СВО Он у нас Работает с большим Энтузиазмом Ему все очень нравится На работу Ходит исправно Мы нашли Для него Операцию Специальную Которая будет Подходить ему Так как Он инвалид Для защитников Родины Данная ярмарка Это большой показатель Того, что их заслуги Перед страной Никогда не будут забыты Они всегда могут Обратиться за помощью И им обязательно помогут Я не знаю Я не знаю Я не знаю Пришел сегодня на ярмарку Вакансии Чтобы найти работу До этого тоже был зарегистрирован На портале Работы России Так как потерял телефон Не могу установить доступ Сотрудники центра занятости Помогли Подсказали, что делать Очень рад, что проводят Такие ярмарки Много людей собралось Одним из главных направлений Филиала Государственного фонда Это Обучение Переобучение И в том числе Трудоустройство Наших подопечных Сегодня Мы даем Возможность Трудоустройство Наших Подопечных В рамках Результата Проведенных Проведенной Данной ярмарки Участники СВО Которые сегодня Не смогли прийти На ярмарку В любой момент Могут обратиться В отделение Центра занятости Работы России По месту Своего пребывания К другим темам В этом году Решением правительства Тувы Перенесены Сроки проведения Главного праздника Животноводов Республики На дом 2024 Пройдет Не как обычно В августе Вместе с Днем Республики А раньше С 18 по 20 июля Такое решение Власти региона Приняли Прислушавшись К пожеланиям Животноводов И других Сельхозтружеников Чтобы не отвлекать Их от важной Сезонной работы Ведь во второй половине Августа Уже начинается Осенняя страда Напомним Что дата проведения На дома В соответствии С региональным Законодательством Определяется Исполнительная Властью Республики Каждый год Заново Также устанавливается И место проведения Народных гуляний Традиционно Юрточный городок В рамках На дома 2024 Развернется Недалеко от Козыла В местечке Тоспулак В программе Праздника Помимо привычных И ожидаемых Мероприятий Есть и кое-что Новое Так В честь Года семьи Под эгидой Которого Проходит в России Конкурс Выставка Картины на войлок Гости и участники Праздника Станут свидетелями Церемонии Награждения Победителей Конкурса И увидят Лучшие работы Мастеров Организаторы Намерены Создать В юрточном Городке Целую тематическую Зону работы С овечьей Верблюжей И сорлычей Шерстью Планируется Проведение Ежегодной Выставки Ярмарки Сельхоз Сельскохозяйственных Животных Конкурсов Национальных Юрт Збруи И большого количества Спортивных Мероприятий Соревнования По хюрешу Стрельбе Из национального Лука Тувинским Шахматом Марафонскому Бегу Будут работать Ярмарки Товаров Местных Производителей И изделий Народных Умельцев Планируются И развлекательные Программы Для молодежи Самыми Зрелищными Мероприятиями Традиционно Станут Парад Шествия Участников Праздника И конечно же Республиканский Чемпионат По конным Скачкам На который Съезжаются Болельщики Со всех Уголков Тувы В Республике Дагестан Прошла 24-я Российская Выставка Племенных Овец И Коз Которая Проводится С целью Пропаганды Передового Опыта Введения Племенного Овцеводства Улучшения Племенного Дела Широкого Распространения И внедрения Опыта Передовых Хозяйств И научных Достижений Выставка Позволяет Показать Широту Проводимой В Отечественном Овцеводстве Селекционно-племенной Работы Которая Помогает При наименьших Затратах Производить Больше Конкурентоспособной Продукции В ней Приняли Участие 24 российских Региона В том числе Запорожская И Херсонская Области Более 60 животноуческих Хозяйств Представили Свыше 30 различных Пород Мелкого Рогатого Скота На выставке Также были Представлены Буйволы Верблюды Лошади Организованы Национальные Подворья Дагестана И других Регионов В рамках Мероприятия Состоялось Общее Собрание Членов Национального Союза Овцеводов В нем Приняли Участие Более 150 Руководителей Животноуческих Предприятий Среди них Была делегация Министерства Сельского Хозяйства И продовольствия Тувы Багловес Руководителя Такие встречи И обмен опытом С коллегами Позволяет Разрабатывать Эффективные Стратегии Для развития Племенного Овцеводства И налаживать Сотрудничество Между регионами В этой сфере Отмечается Что наша Республика Договорилась С коллегами Из Дагестана Калмыки И других Регионов О совместной Работе По селекции Овец И коз Тувинских Пород Основная Цель Создать Новый Вид Высокопродуктивных Пород Овец В рамках Проекта Цифровая Россия Ко дню Предпринимательства Министерства Цифрового Развития Республики Провело В А2C Молодежи Мероприятие В формате Идиатона Что это такое Смотрите В сюжете Далее Для начала Что такое Идиатон Это мероприятие На котором Участники Собираются Для обмена Идеями Разработки Инновационных Проектов И создания Новых Бизнес Планов Сегодняшние Участники Это представители Наиболее Креативного Слоя Населения Молодежи Учащиеся Среднепрофессиональных Образовательных Учреждений Республики И ТУВГУ Пришли Рассказать О своих Проектах И идеях Мы пришли Сюда С нашим Проектом С названием ТЭКФУД Мы решили Сделать Приложение Где Студент Или ученик Сможет Заказать Себе Еду Обед Чтобы Не остаться Голодным Думаю Сейчас Мы очень Хорошо Справимся С его Защитой Мы представляем Наш бизнес Проект Лазерта Клуб Лейзер Что такое Лазерта Клуб Лазерта Клуб Лейзер Представляет С собой Командную Игру Целью Которой Является Захват Плака Противника И это Наподобие Пейнбола Не стреляет Не красками А лазерным Лучом Что является Безопасным Видом Спорта По словам Организаторов Мероприятия Такие конкурсы Плодотворно Влияют На креативное развитие Молодежи И помогает Ей расти Региональный этап Конкурса Обещает быть Насыщенным И серьезным В плане оценки Жюри оценивало Проекты участников Сразу по Нескольким критериям Таких как Точность Формулировки проблемы Понимание целевой Аудитории проекта Преимущества Перед аналогами Описание бизнес-процесса И другими Поддержка Предпринимательства Идиотон Может помочь Молодым людям Развить Навыки Предпринимательства Научиться Планировать И реализовать Свои проекты Информирование Целевой Группы О мерах Поддержки В области Разработки Цифровых Продуктов Разной Направленности По словам Самих участников У них есть Возможность Воплотить Рассказать И продемонстрировать Свои интересные Идеи В области Информационных Технологий Победителям Подготовлены Ценные призы А также Они получат Путевки На всероссийский Этап конкурса Который пройдет В августе Текущего года Это были все новости К данному часу Ну а я с вами прощаюсь Всего вам доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин